Более 8 тысяч километров между огромной страной и городом-государством. Разные культуры, языки, экономики, но крепкие взаимоотношения с большим потенциалом. Как развивать взаимодействие России и Сингапура обсуждали на третьем российско-сингапурском бизнес-диалоге. Впервые он состоялся не в Москве, а на территории Азиатской Республики. На форуме, организованном российско-сингапурским деловым советом выступили заместитель министра экономического развития России Алексей Груздев и старший министр промышленности и торговли Сингапура Копо Кун. Этот год особенный. В этом году отмечается 50-летний юбилей установления дипломатических отношений между Россией и Сингапуром. Дипломатические отношения СССР и Сингапур установили в 1968 году, спустя три года после того, как Азиатская Республика обрела независимость. На тот момент это была страна третьего мира, но всего за несколько десятилетий Сингапур стал мировым финансовым центром и вошел в десятку богатейших государств, совершив настоящее экономическое чудо. Сейчас сюда приезжают политики и госслужащие из разных стран, в том числе из России, чтобы перенять опыт модернизации и управления городом-государством. Россия представляет для Сингапура не меньший интерес. В бизнес-диалоге приняли активное участие представители властей республики и в том числе Национального агентства по развитию бизнеса Сингапура, а также руководители крупнейших компаний мегаполиса. Сингапурцы тянутся к России, понимая, что отношения эти могут быть не просто дружественными, но и взаимовыгодными. Не случайно поэтому сейчас идут переговоры о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром. Это соглашение свидетельство стремления сторон к качественному повышению уровня сотрудничества между ними, к выходу на действительно партнерские отношения. Бизнес-партнеров нужно знать в лицо. Таков азиатский менталитет. На этом форуме предприниматели смогли познакомиться друг с другом и наладить контакты. Теперь представители сингапурских деловых кругов ждут с ответным визитом в России. Мы поддерживаем наших сингапурских партнеров в желании посетить Россию, потому что мы верим, чтобы узнать друг друга, надо встречаться друг с другом. Участники бизнес-диалога сходятся во мнении, что такие мероприятия – один из наиболее эффективных способов укрепления и углубления российско-сингапурских отношений. Именно здесь происходит обмен информацией, знакомство с проектами обеих стран, подписываются соглашения о сотрудничестве. Сингапурцы очень высоко оценили созданную Российским деловым советом информационно-торговую платформу, электронную платформу RST Trade, которая позволяет в ускоренном темпе создавать условия для того, чтобы компании находили друг друга сингапурские в России, своих партнеров российские в Сингапуре и Юго-Восточной Азии. И надеюсь, что это нам даст возможность более расширенно работать на этих рынках. Российско-сингапурский деловой совет играет важную роль в развитии взаимодействия наших стран. Организация помогает предпринимателям наладить контакты с деловыми кругами Сингапура, продвигает российские проекты в азиатском мегаполисе, а также выполняет задачи по расширению экономических и культурных связей, которые ставятся перед советом на заседаниях Российско-Сингапурской межправительственной комиссии. Алиса Климантович, Сергей Дунаев, Гордея Верьянов, Новости Большой Азии.